Действительно в эфире программа «Особое мнение». Всем здравствуйте. Меня зовут Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «Ажиофинанс» Константин Кропенев. Константин, добрый день. Добрый день. Ну и вы, пожалуй, единственный эксперт, который говорит у нас в эфире подробно на эту тему. Мы с удовольствием эксплуатируем вас в этом смысле. Мы говорим сейчас о курсе валют. И после заявления Путина о том, что рубль слишком крепок, началось его плавное укрепление. В июле рост рубля к доллару составил 4 единицы. Как долго может продлиться этот тренд? Хочу напомнить, что когда последний раз мы встречались, в начале июня курс доллара был 64,5. И в принципе я как раз ожидал, что повышение через 2 месяца составит порядка 2 рублей, что и случилось. Аж 4? 64 плюс 2, 66,5, что он сейчас примерно и стоит. Ну да, колебания. Хорошо. Сойдемся на трех. Так. Я в принципе пока давал и какие-то долгосрочные прогнозы, они касались того, что к концу года я доллар ожидаю в районе 70 рублей. Я думаю, что примерно, то есть пока никаких предпосылок, чтобы было что-то по-другому, я не вижу. То есть возможно, возможно какое-то снижение, возможно наоборот резкое повышение на что-то. Но в принципе будет, думаю, что такая довольно плавная тенденция и мы будем к концу года подтягиваться к 70 рублей. Какие-то катаклизмы на финансовых рынках, я думаю, что ждать можно, наверное, в ноябре. Даже если это не август, ноябрь. И это в первую очередь связано с выборами президента Соединенных Штатов Америки. Так либо иначе на это мероприятие финансовые рынки будут реагировать. И хотим ли мы или не хотим. Соответственно, то есть в какую-то сторону рубль на это тоже отреагирует. — А все-таки сейчас что является основным драйвером движения по укреплению доллара? — Не просто же так Владимир Владимирович делает заявление о том, что рубль слишком крепок. Когда он это говорит, понятно, что ожидается снижение курса. — По идее у нас по бюджету средний курс доллара заложен, по-моему, 67,5 рублей. Средний годовой курс доллара для исполнения нашего бюджета. Поэтому, когда в начале июля рубль начал довольно сильно укрепляться, то есть это действительно задача в том числе и правительства, и нашего президента. — Данное укрепление было связано с тем, что прежде чем выплатить дивиденды, компании должны получить какие-то рублевые активы. То есть они начали продавать доллары, чтобы выплатить дивиденды. Соответственно, это привело к некому переизбытку предложения на долларном рынке, и доллар начал укрепляться. — То есть это опять никак не связано с реальной экономикой? — На данном этапе с реальной экономикой это никак не связано, потому что все равно основной фактор, который влияет на стоимость рубля, это цена на нефть. А цена на нефть после того подъема, который мы видели весной и в начале лета, то есть она начала опять снижаться. Я думаю, что она будет и дальше незначительно снижаться. — А ожидать ли нам каких-нибудь катаклизмов в августе, наступившем уже сегодня, поскольку мы знаем, что август, к сожалению, традиционно бывает черным месяцем? — К сожалению, как раз катаклизмы предугадать никогда невозможно. Я уже повторяюсь, то есть какие-то, по крайней мере, критические даты, на которые обращают внимание финансисты, это все же ноябрь месяц, и это связано с выборами президента в Соединенных Штатах Америки. — Центробанк, между тем, сохраняет жесткую политику, держит ставку в районе 10%, и эта ставка держится практически год уже. Банки при этом продолжают снижать ставки по депозитам, и объявления об этом мы видим каждый день, если зайти на сайт Банкиру, то каждый день несколько банков сообщают о том, что очередной раз понижают ставки по депозиту. В то же время не спешают снижать проценты по кредитам. Вот чего, на Ваш взгляд, добивается Центробанк, во-первых, тем, что он удерживает ставку, и ждать ли нам хоть когда-нибудь дешевых кредитов? — Светлана, Вы тут задали три вопроса, но я попробую по очереди на все их ответить. Начнем с ключевой ставки. — Получается действительно, что Центробанк пока боится снижать ключевую ставку, потому что снижение ключевой ставки — это будет говорить о том, что появятся более доступные деньги, более дешевые деньги для банков, которые могут пойти в том числе и на покупку валюты, что приведет к дальнейшему росту доллара, а это, соответственно, потянет за собой и рост инфляции. А все же основным показателем действий Центробанка на следующий год является снижение инфляции до уровня 4-5%. И они боятся вливать на рынок дополнительных денег через снижение ключевой ставки. — Правильно я понимаю, что банки при снижении ключевой ставки не будут давать возможности реальному сектору получать дешевые кредиты, а используют своих интересов? — Не совсем так. Получается так, что у реального сектора либо нет спроса на кредиты, ну, по крайней мере, по тем ставкам, которые сейчас существуют, либо они, то есть тот реальный бизнес, который готов кредитоваться, он по каким-то параметрам не подходит под позицию благонадежного заемщика. В России вообще в последнее время сложилась такая довольно уникальная ситуация, когда у банков начался наблюдаться профицит денежных средств. — То есть денег больше, чем их нужно? — Больше, чем их нужно. Если раньше Центробанк, наоборот, стимулировал банки, выдавая им кредиты, то есть выдавая им кредиты, в том числе по ключевой ставке, то сейчас Центробанк вынужден, наоборот, каким-то образом вот эту излишнюю денежную массу, ну, есть такое понятие «стерилизовать», то есть изымать из банковской системы, из финансовой системы путем, допустим, продажи этих же там АФЗ. — У нас уникальная ситуация, как всегда в России. — Нет, это… — То есть предприятия хотят кредитов, а Центробанк считает их неблагонадежными, или банки считают их неблагонадежными. В то же время у банков слишком много денег, ставка не снижается. Вообще, когда людям жить будет легче? Когда будут дешевые для бизнеса кредиты? Когда будут дешевые кредиты для нас с вами, ипотечные в том числе? Такое ощущение, что вот на горизонте лет 20 еще это вообще не предвидится. — Ну, действительно, мы немножко ходим по замкнутому кругу. Допустим, Центробанк ставит перед собой определенную задачу снизить уровень инфляции до 4%. Соответственно, если ему удастся снизить уровень инфляции до 4-5%, он снизит и ключевую ставку раза в два. То есть, снизив ключевую ставку раза в два, он сможет… Появятся более дешевые кредиты, более конкурентоспособные кредиты, и не будут интересны предприятия. Но опять же, в любой момент может произойти опять очередной некий финансовый катаклизм, и все те намерения и страдания Центробанка, направленные на снижение ключевой ставки, они могут окончиться как бы ничем. — Константин, а этот катаклизм все-таки очередной? Он зародится, там, и зреет в недрах нашей экономики, или это опять внешние какие-то будут факторы? — Тут, понимаете, вот так называемый этот черный лебедь, то есть катаклизм, которого никто не ждет, он может прилететь из любого места, в том числе как бы и из нашей, то есть даже представители Центробанка об этом заявляют. То есть они что-то делают, что-то предпринимают на регулирование финансовой системы, в принципе, они более-менее научились регулировать и какую-то монетарную систему, но они понимают, что одними финансовыми инструментами экономику нашу они сдвинутся, ну, с пустого, с стоячего места не могут, они не в состоянии, то есть нужны какие-то другие механизмы, помимо денег, помимо, чтобы бизнес захотел работать и захотел развиваться в России. — Деньги все не решают. — Деньги, деньги, деньги все не решают. — Хотела привести вам слова первого замминистра финансов России Татьяны Нестеренко, которая заявила, что вот сейчас ситуация кажущая стабильности, такое затишье, которая обеспечивается только за счет резервов, и она говорит, что мы сейчас, на самом деле, находимся в эпицентре бурь, вот тот самый, да, глаз бури, где все тихо и спокойно, а вокруг нас носится не весь что, из которой правительству нужно будет найти выход. Вот что она имеет в виду, когда такое говорят? — Ну, Центробанк понимает, что действительно, если в течение двух лет ситуация в экономике не будет улучшаться, то все те резервы, которые мы накопили за последние, там, 10 лет, они просто-напросто, как бы, исчезнут. А чем это грозит, мы можем сами себе представить. Тем более уже буквально, там, вчера или сегодня появились новые какие-то данные, что хотят снизить финансирование, там, образования, чуть ли там не на 20%, и уволить, там, порядка 10 тысяч, там, преподавателей. То есть это, если денег не будет в резервных фондах, денег не будет в бюджете, то у правительства останется, так скажем, последний механизм, это опять включить печатный станок, это запустить доллар, там, выше 100 рублей, то есть, а ничем хорошим для простого гражданина это, как бы, не светит. — У нас осталось два года? — Ну, два-три года. Два-три года, чтобы ситуация как-то изменилась, но, опять же, надо понимать, что российская экономика, она такая очень хитрая и очень такая простичная, ее, как бы, вот, вроде как бы давят, вроде как бы нет, и она в каких-то местах, в которых мы, как бы, не ожидаем, она вдруг начинает, там, появляться, всплывать, либо еще что-то, и теоретически может произойти какое-то, так скажем, некое чудо, то есть, ну, чудо-то. — Опять, это очень по-русски надеяться на чудо. И сейчас прервемся на небольшой перерыв через минуту с новой студией. Возвращаемся в студию «Эхо Москвы в Кирове» и всей этой программы «Особое мнение». В гостях нашей программы исполнительный директор компании «Ажи Финанс» Константин Кропенев, и это его «Особое мнение» вы слушаете. Мы завершаем тему со ставками и с ценой на нефть и валюту, однако я хотела бы все-таки уточнить, а что будет со ставками по депозитам дальше? Вот если сейчас средняя ставка 9-10% по депозитам в банках, и, как я уже говорила, каждый день мы увидим новости, что тот или иной банк прибегает к очередному снижению ставок по депозитам, я сейчас о рублевых веду речь, можно ли ожидать, что эти ставки опустятся еще до 6-5%? Ну хотя, с одной стороны, на рынке и в банках наблюдается уже профицит денег, то есть у банков денег много, и банки вроде бы и готовы снижать ставки по депозитам, но я не жду, что в ближайшие полгода ставки будут дальше значительно снижаться. Дальнейшее снижение, возможно, но это будет через полгода, может быть, как бы год, потому что одним, в том числе, как бы и одним, одной из причин, почему Центробанк не снизил свою ставку, ключевую ставку, его было опасение то, что домохозяйство при снижении ключевой ставки произойдет дальнейшее снижение депозитных ставок, и домохозяйство, то есть мы все с вами перестанем сберегать деньги в банках, то есть мы будем забирать деньги из банков, что также может негативно сказаться на российской экономике. И по идее, Центробанк будет все же на данном этапе каким-то образом пытаться, чтобы проценты ставки не снижались так резко, как они снижались последние полгода. Хотя, если мы смотрим на период год-два, то есть тогда можно вполне при отсутствии каких-то черных лебедей прогнозировать, что ставки по депозитам будут и дальше снижаться. — Хотелось бы перейти к вопросам нашего региона, но они так или иначе все равно связаны и с федеральной повесткой. Сейчас активно идет акционирование различных государственных предприятий, в том числе и муниципальных. Вот недавнее заявление об акционировании центрального рынка и заявление министра финансов Кировской области Ковалева о том, что в ближайшие три года для того, чтобы прийти к профициту, надо будет акционировать предприятия областные. То есть мы видим, что на муниципальном уровне идет акционирование, на региональном. Региональном собираются тоже переходить к акционированию. У них, видимо, активные действия будут в ближайшее время предприняты, раз нам поставлен срок три года. Федералы этим тоже занимаемся. Давайте вспомним историю с Башнефти. О чем говорят такие заявления, такие действия властей, области и федерации? Что это значит? Что других способов улучшения делов бюджетом нет? Или их недостаточно, то, что сейчас происходит? Ну, я, в принципе, являюсь сторонником любого акционирования, любой-любой-любой приватизации. В моем понимании, чем меньше государство занимается какими-то коммерческими проектами, тем лучше. Но если же, опять же, подходить к вопросу центрального рынка, то, мне кажется, тут не все так однозначно. Мне кажется, не совсем правильно вообще поставлен тот вопрос. То есть я абсолютно согласен, что центральному рынку нужна какая-то глобальная реконструкция. То есть там не хватает, как минимум, парковочных мест. То есть если вот заходить с центрального входа, то есть там построены какие-то вообще лабиринты. Не дай бог в каких-то там случаях форс-мажорных обстоятельств там люди просто не смогут, скорее всего, по этим лабиринтам эвакуироваться. То есть центральный рынок нужно менять. Но мне кажется, чтобы понять, как его менять, нужно понять, то есть разработать и вообще как-то осознать, какая концепция центрального рынка нам нужна. То есть торговый центр с какими-то кинотеатрами там строить абсолютно ненужно и абсолютно бессмысленно. По большому счету, да, по-моему, это абсолютно неправильная идея. То есть центральный рынок – это некая территория, такая, так скажем, мобильная территория, где каждый может чем-то поторговать. То есть это не обязательно должны быть продукты. Это, возможно, какие-то, помимо продуктов, там, возможно, какая-то торговля, ну, наподобие, допустим, большинных рынков Европы, когда люди там продают какие-то свои там ненужные вещи. То есть это вот… Барахолка, по-моему. Ну, по большому счету, барахолка, и это неплохо. Если это все правильно организовано, если это все сделано эстетично, там, все сделано безопасно, то это, в принципе, может быть каким-то местом притяжения. Тем более, под сам центральный рынок, там же заточены все прилегающие кварталы. Если мы смотрим те форматы магазинов, которые там находятся вокруг центрального рынка, они так либо иначе тоже копируют те товары, которые продаются на центральном рынке. То есть центральным рынком надо как бы делать, ну, надо делать определенную, ну, какую-то концепцию, которая, ну, какое-то некое свободное пространство, которое было бы возможно под любые форматы торговли. Если вспомнить, допустим, 90-е годы, Светлана, наверное, не помните, там, допустим, на центральном рынке стояли ряды, где торговали блеснами, крючками, которые производили там доморощенные мастера Кировской области. То есть, при том, вот эти торговые ряды, которые торговали рыболовными снастями, они были известны в других регионах, и к нам ехали вот покупать крючки-блесны, там, из Шкарлы, из Костромы, то есть рыбаки. То есть, если мы вспомним, опять же, эти 90-е годы, то, люди... То есть, был спрос на это дело, люди изготовили дома, и у них было место, куда они могли прийти и организовать этот спрос, спрос с помощью центрального рынка был удовлетворен. То есть, потом, допустим, появился спрос на различные стройматиали, и в первую очередь он тоже был удовлетворен с помощью центрального рынка, пока у нас в Кирове не появились гипермаркеты. То есть, это такое пространство, которое может постоянно перестраиваться. Если мы говорим даже про торговлю ваучерами, то есть вот когда шла эта ваучерная приватизация, те объемы, которые там покупались или продавались на торговом, на центральном рынке, они были гораздо больше любого объема, который проходил через финансовую компанию. И в том числе многие наши известные кировские предприниматели начинали с того, что стояли на центральном рынке и торговали ваучерами. Поэтому центральный рынок, он как бы нужен. — Центральный рынок, вы представляете себе, как место мелкородичьей торговли, удовлетворяющей интересы широкого круга? — Да, и при том доступной торговли для каждой. То есть если появилась какая-то бабушка, там что-то хочет продать, то есть чтобы у нее было место, где она могла прийти, что-то продать, что появилось... — И предложит интернет-площадку, я думаю, Константин Борисович скажет, пусть бабушка вон заходит на какую-нибудь страничку в Авито и продает там что хочет, а на центральном рынке будет кинотеатр. — Ну это, мне кажется, совершенно неправильно. И вот все вот... Получается, что... А вот парковки, условно говоря, вот обустройство вот такой торговли, оно бизнесу неинтересно по большому счету. И вот то, что говорят сейчас о вакцинировании, очень похоже на то, что просто придумывают какую-то некую схему, чтобы в интересах какого-то крупного бизнеса все же этот центральный рынок приватизировать, а не решить какие-то действительно проблемы населения. — То есть мы можем ожидать в ближайшее время, что Кировская городская дума примет решение о продаже какого-то пакета акций, какой-то бизнес-структуре? — Ну да, притом, скорее всего, будет пакет якобы там не 100% продаваться. — Сначала? — Да, какой-нибудь там блокирующий или там... — Сколько составляет блокирующий пакет? — Ну минимальный 25, потом 51. — Мы можем ориентироваться на цифру 25%? — Ну допустим, для начала... — Ну как это происходит иногда? — Иногда, иногда да, происходит так. И поэтому, мне кажется, сначала надо бы правильно придумать концепцию, ее предложить для всеобщего обсуждения, что мы хотим сделать из центрального рынка. И потом уже под эту концепцию искать какое-то финансирование. Возможно, это акционирование, возможно, это государственное частное партнерство, возможно, это действительно какой-то инвестпроект, возможно, это просто продажа части территории, принадлежащих центральному рынку, чтобы на эти деньги модернизировать остальную часть. То есть там возможны самые разные варианты. — Пока концепции мы не видим. — Да, пока мы концепции не видим и не понимаем, что... — Но уже финансовые инструменты приготовлены для некоторых ходов, которые могут казаться невозвратными, если так сказать. — Но я не являюсь конспирологом, я все же надеюсь на хорошее. Думаю, что городская власть делает эти проекты параллельно. То есть ведет акционирование, готовит какую-то некую концепцию, которую она сможет нам представить через какой-то период. — И она требует все-таки общественного обсуждения. — Ну, естественно, потому что центральный рынок — это все же одна из, так скажем, одна из составляющих городского пространства. То есть это в чем-то действительно культовое помещение. То есть если, допустим, мы с вами, может быть, на рынке центрально бываем не так часто, то жители, условно говоря, там нашей области, там районных центров, то есть у них одно из основных мест для обязательного посещения в Кирове — это центральный рынок. — Ну, и что касается как раз вот такой вот уличной торговли, нам ведь власти очень давно обещали, что будут созданы различного рода рынки чуть ли не во всех районах города. И однако этого до сих пор не случилось. — Ну, рынки, нет, рынки рынком розят. То есть если мы посмотрим какие-то там европейские рынки, то есть они превращаются в некие культурные центры. То есть там если вы приезжаете там в Киев, то вы обязательно пойдете на Крещатик что-то попробовать. И там приезжаете в Барселону, пойдете на барселонский рынок. И в принципе даже у нас на Кировском городском рынке можно найти какие-то уникальные продукты, которые просто не присутствуют в магазинах. Допустим, я там покупаю тушенку из баранины, где вы там такое купите? Или там даже можно найти вьетнамский рыбный соус. Это тоже нет ни в Метро, ни в Пятерочке, ни в любом другом магазине. То есть там есть реально уникальные товары, которых вы в других местах просто-напросто не сможете найти. То есть там в вашем представлении рынок должен удовлетворять и потребность, например, в еде, и там промышленных товарах, и это культурные какие-то вещи там, да? Ну хотя нет, какие-то уникальные. То есть это должно быть место, где человек, который что-то производит, в том числе производит своими руками, то есть мог прийти там и попробовать это продать. Ну надо, если мы говорим о Крещатике и Барселонском рынке, и других, это места в первую очередь, которые привозят всех туристов, например, для посещения. Это также, то есть точка сбора культурного притяжения. Ну у нас через центральный рынок народ тоже постоянно ходит. То есть там поток... Я, честно говоря, боюсь туда заходить, на этот центральный рынок, правда. Сейчас, в данный момент времени. Я там бываю не так часто, но все же бываю, и там бывают, делаю довольно-таки интересные покупки. Так. По центральному рынку позиция ясна. Однако хотелось бы, чтобы Вы ответили на еще одну часть моего вопроса. Это насчет как раз акционирования различных предприятий, муниципальных, региональных и федеральных, и насчет наполняемости бюджета. То есть вот общее, то, что Вам это нравится, что акционируют и там приватизируют, это понятно. А что насчет способов пополнения бюджета? Это, то есть нормальный процесс, или все-таки это такой вот последний рывок, учитывая, что Вы сказали, что нам осталось там два года до исчерпания резервов? Ну, во-первых, приватизировать любое предприятие, это процесс ни одного дня, ни одного месяца. То есть если принимается какое-то решение о приватизации, то этот процесс может длиться там годами, не говорю десятилетиями, но реально там процесс может длиться там два, три, четыре, пять лет. И я так понимаю, что никто не говорит о каких-то быстрых там распродажах, которые были там в конце 80-х годов. С другой стороны, по большому-то счету, образному-то бюджету там особо нечего и приватизировать. То есть у них остались какие-то там недвижимые имущества и доли в некоторых предприятиях, которые вызывают интерес к этим долям, вызывают вообще минимальный интерес. А так, это нормальный плановый процесс, я думаю, что этим вопросом как бы надо заниматься, то есть надо готовиться, надо, условно говоря, как у нас любят говорить на федеральном уровне, ждать окно возможностей, когда будет какой-то некий, возможно, там некий всплеск там к чему-то либо, чтобы это можно было, так скажем, продать. Так, я сейчас прервусь на двухминутную рекламу. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Константина Кропани, исполнительного директора компании АЖИ, через две минуты снова в студии. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занькова, и свое особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании АЖИ «Финанс» Константин Кропани. Перейдем к городским новостям. И хотелось бы обсудить с вами презентацию проекта платных парковок, которая прошла уже в Кирове, она достаточно долго, ну как, относительно, но в прошлом году об этом заговорили, наверное, уже года полтора скорее идет разговор о платных парковках. В конце зимы и весной было заявление от администрации города, что парковки точно будут. И вот, пожалуйста, первая платная парковка распахнула свои шлагбаумы на Комсомольской площади. Правда, до сентября месяца она будет работать в режиме пробном, для того, чтобы натренировать водителей на плату за эту парковку. Ну, во-первых, поддерживаете ли вы проект надрения платных парковок в Кирове? Мне кажется, нужно экспериментировать с этой темой, нужно экспериментировать, потому что действительно есть такие проблемные районы, где припарковать машину очень проблематично, где платная парковка просто напрашивается. Вот, и тут сразу же хочется задать вам вопрос, какие районы вы имеете в виду? Ну, во-первых, это действительно район железнодорожного вокзала, потому что там даже просто возникает техническая потребность, когда едешь в командировку, оставить машину, сесть на поезд, съездить в Москву, вернуться, сесть на машину и уехать. То есть это район центрального вокзала, это, возможно, район театральной площади. Но, опять же, я не совсем понимаю, как ее здесь можно организовать. То есть как организовать здесь выезды, или с технической точки зрения организовать платную парковку именно на таких довольно узких улицах. Если в Москве, там есть определенный опыт, но я думаю, что для Кирова такой опыт будет чересчур как бы затратный. Но я бы тут хотел сказать о том, что проблему платных парковок надо решать комплексно. Потому что если появятся платные парковки, люди будут искать место, где бесплатно машину припарковать. Это тоже всем понятно. А сейчас идет глобальная тенденция, что во всех дворах у нас стоят шлагбаумы. То есть единственным способом, где припарковать машину, у нас станут опять газоны. И вот если вы, Светлана, обращали внимание, что Киров у нас очень грязный, реально пыльный город. И одну из причин из того, что у нас город грязный и пыльный, это то, что у нас на парковках, на газонах паркуют машины. Совершенно верно. И это проблема городской власти. Городская власть либо должна определиться, сделать из каких-то газонов, просто-напросто засыпать их, не знаю, гравием, либо заэсфальтировать. Закатать весь город под асфальт. Либо закатать их в асфальт и сделать там действительно парковку, чтобы, по крайней мере, там не было пыли. Либо это сделать такой газон, чтобы на нем невозможно было парковать машину. А можно сделать так, чтобы вообще не надо было на газонах парковать машину? Чтобы тем, кто не ездит на машинах, тоже было комфортно? Я думаю, что тут однозначного ответа нет. Тут все равно надо искать какие-то комплексные. Естественно, нужно какие-то строить. Для этого нужно выяснить вашу позицию. Вот в раскладке общественный транспорт, пешеход, условно велосипедист и автомобилист. Как вы считаете, в городе какие должны быть приоритеты? Общественный транспорт. На первом месте. Безусловно, общественный транспорт. Он должен иметь свободу движения, хороший парк и прочее, да? Да, да. На первом месте. А сейчас у нас он где? Общественный транспорт. На первом месте у нас что сейчас? Наверное, лично все же. Автомобиль. Ну да, лично. Правильно? Вы считаете, что нужно, чтобы это были общественный транспорт. Зачем нам тогда закатывать газоны под асфальт, если все-таки нам нужно думать о том, чтобы автомобилей в центре стало меньше? Если я правильно вас поняла. У нас все же не какой-то там супер крупный мегаполис. То есть так либо иначе наши граждане... Тем более, что же им там пешочком не пройти, если граждане детские? Они будут ездить на машинах. То есть от этого они никуда, к сожалению, не уйти. Тем более при том качестве общественного транспорта, который сейчас присутствует в Кире. Вот вопрос. Мы действуем в интересах водителей и закатываем город под асфальт в их интересах? Или мы начинаем действовать в интересах всех горожан, понимая, что нужно пересаживаться на общественный транспорт, куда идут все города и мегаполисы тоже, и все-таки решать проблему комплексно? Потому что есть ощущение очень у многих, что сейчас все действия администрации как раз направлены на поддержание, увеличение парка личного транспорта в городе. Вам так не кажется? Нет, я думаю, что увеличение парка личных автомобилей происходит довольно естественным образом. А, условно говоря, изменить качество общественного транспорта, я думаю, что сейчас просто нет финансов на это дело. То есть поэтому на ближайшее время планируют, что у нас там появятся какие-то суперкомфортабельные автобусы, и нам будет всем комфортно ездить на этих автобусах. Мне кажется, это, честно говоря, как бы... Не верите вы в нашу администрацию? Я не верю в нашу администрацию, и, возможно, это даже нам не совсем нужно. Потому что сейчас вы, опять же, начинаете, Светлан, мыслить какими-то такими глобальными... Слишком датаритая перспектива. Да, что типа у нас там такой супер-мегаполис, там сопоставимый, не знаю, с Токио, либо с Барселоной. Так что ж, какой тут Токио? Ну, почему тут Барселона? Ну, хотя бы на Казань посмотреть, есть же на кого равняться. Ну, на Казань там проблема, я так понимаю, большого количества общественного... То есть, этого частного транспорта в центре города была решена каким-то другим образом. Платными парковками, выделенными полосами для общественного транспорта, новым транспортным штатам автобусов и троллейбусов. Вот так решилось это? Ну, я так понимаю, что в том числе какие-то учреждения переносились из центра куда-то на... в другие места. Совершенно верно. Комплексное... Комплексное развитие города. То есть, там не увидишь, действительно, если едешь по центру города, там не увидишь такого огромного количества припаркованных машин. То есть, там все улицы, они свободны, и по ним практически как бы никто не передвигается. Так вот, понятно ли все-таки вам стратегия правительства в отношении регулирования транспортной системы города? Из того, что вы говорите, я не вижу, что... Вот вы видите это как система. Ну, я, по крайней мере, под стратегией только понимаю, то есть, ту формулировку, что городское правительство решило проэкспериментировать, сделать несколько платных парковок и посмотреть, что из этого получится. Ну, то есть, это... Не затрагивая, абсолютно не решая... Никаких глобальных задач не ставится. Параллельно другие задачи, опять же, это задачи бесплатные парковочные места, дополнительного увеличения бесплатных парковочных мест, и, соответственно, эту же проблему с газонами, потому что город у нас, на самом деле, очень грязный и очень пыльный. И это... Все-таки какую задачу ставит польцевый город, внедряя платные парковки? Ну, проблема есть, ее надо решать. То есть, они просто... Я так понимаю... Проблема в чем? Люди паркуются. Они парковались бесплатно, а сейчас им придется парковаться платно. Вот какая задача этим решается? Ну, опять же, Светлана, если мы вспомним про... про парковку на Комсомольской почте, там буквально 4-5 лет назад там было невозможно припарковаться. Ну, сейчас-то прекрасно можно припарковаться. Сейчас можно припарковаться. Так какую задачу решать платными парковками вот сейчас, если мы не видим нам непредставленную там... Та глобальная цель, в которой вы обвиняете... Ну, по крайней мере, если мы говорим про... Что я хочу увидеть. А вы не хотите ее увидеть? К чему мы идем? Хотелось бы увидеть каких-то глобальных целей, но понимаете, глобальные цели, они же достигаются какими-то маленькими этапами, маленькими шашками. Да, просто, Константин, если вы вот мыслите вот такими шашками без глобальной цели, вы говорите, может быть, стоит закатать все газоны и туда поставить, значит, бесплатно машины. Вот если не будет глобальной цели, не кажется ли вам, что можно будет вырубить все деревья, закатать все газоны, там, я не знаю, еще что-то с домами там сделать, если приоритеты вовремя не расставить? Пока вот приоритетов, как бы такой общей концепции я что-то не встречала. Непонятно, вот на мой взгляд, куда идет город. И судя по вашим словам, тоже непонятно, куда идет город. Что у нас будет через 10-20 лет? Чего хотят власти? Я думаю, что власти не понимают. Просто на самом деле, куда идет город и, условно говоря, перспективы развития города и как город будет выглядеть через 20 лет, возможно, действительно такая проблема есть. Согласен, что любую проблему желательно решать комплексно, но реально это очень сложно. Это очень сложно. И хотя бы какая-то попытка с этими же сплатными парковочными местами это хотя бы попытка проэкспериментировать. Будет это окупаться? Не будет это окупаться? Будут ли граждане это экспериментировать? Не будут эксплуатировать? Ну вот, как говорится, я бы поставил машину, чтобы уехать там на поезде, пускай на два дня. То есть при цене 30 рублей, которая сейчас на парковку на Комсомольской будет внедряться, вы заплатите за два дня 1440 рублей. Это удовлетворительная для вас стоимость? Немножко неправильно вы посчитали. То есть получается день 360, два дня получается 720. Но опять же, как заявлялось в одной из статей, что если чем более долгий срок будет арендовано место на парковке, тем будет дешевле цена. То есть поэтому я не готов сказать, сколько там будет стоить парковка там на одни сутки. 30 рублей умножить на 48 часов? 48 это... Ну, двое суток. Ну, я так понимаю, что там будет какой-то дисконт в зависимости. Но это удовлетворительно хорошо? Тысяча рублей для вас? Ну, опять же, это не тысяча получается дешевле. Я просто спрашиваю, за сколько денег вы оставили бы машину на два дня на приокзальной площади? 300 рублей бы оставил. За на два дня? Да, что такое? Вы серьезно? 300-400, то есть это должно быть сопоставимо со службой доставки такси от меня до дома. То есть я просто выбираю, что мне удобнее там, либо доехать на машине. А если вы на неделю уехали, у вас там паркуется машина на неделю, то это же 300 рублей? Ну, естественно, на неделю я уже ее бы там не стал оставлять. А, кстати, ничего не сказано насчет видеонаблюдения. Я что-то не помню. Оборудованы ли эти парковки видеонаблюдения? Ну, это вопрос тоже никогда не сет, ладно. Тоже не знаете. Ну, какие-то условия должны создаваться. Ладно, я думаю, что мы эту тему продолжим обсуждать дальше в наших эфирах. Посмотрим, куда приведет эксперимент городских властей. И сейчас под занавес программы хотелось бы поговорить о назначенном временно исполняющем обязанности губернатора Кировской области Игоре Васильеве. Видели ли вы представление в Рио? Какое впечатление он на вас произвел? И, может быть, есть что сказать вам в напутстве? Если не в напутстве, то ну вот все что угодно по поводу нового в Рио. Понятно, что та история, которая произошла с Никитой Юрьевичем буквально там полтора месяца назад явилась там шоком, в том числе как бы для меня, то есть она реально разделила город там на две части. Кто-то там ехидно радовался, кто-то наоборот пытался понять ту ситуацию, которая что же на самом деле произошло. Но так либо иначе Никита Юрьевич уже не наш губернатор, а нам надо жить, развиваться. И в принципе по крайней мере из той скудной информации, которая попадается в интернете про нового исполняющего обязанного губернатора, можно сделать как и выводы. Это, во-первых, все же прекрасное образование, то есть это явный плюс. Это все же довольно значительный опыт работы в различных структурах. А в какой особенно структуре цена работы на должности губернатора? Там действительно есть несколько таких важных мегов. Во-первых, не надо снимать от счетов школ ФСБ. Вы считаете, что это большой плюс? Ну это определенный, по крайней мере, в моем понимании опыт системной работы. Это, опять же, он был сенатором от республики Коми, то есть и руководил Росреестром, что является довольно серьезной организацией на уровне нашей страны. Опять же, хотелось определенным плюсом тут является то, что это все же личное взаимоотношение, насколько мы понимаем, с президентом, и, соответственно, можно надеяться, что, по крайней мере, в ближайшее время, то есть новый губернатор так либо иначе воспользуется этим ресурсом, чтобы каким-то образом показать свои возможности или так либо иначе попытаться какие-то решить текущие проблемы, возникающие в регионе. Это все же, опять же, то, что человек новый, то есть это, возможно, даст какую-то новую волну, новый свежий взгляд на те проблемы в Кирове. Из минусов можно было бы сказать то, что, опять же, есть такая поговорка, что короля делает его свита, то есть совершенно непонятно, кто будет работать в команде нового губернатора, то есть насколько эти люди будут действительно заинтересованы в развитии нашего региона или это будут... Но это временный минус, пока не время неопределенности, да? Дальше уже можно будет, когда сформировано, будет команда рассуждать плюс или минус. Ну, естественно, нет, но рассуждать можно будет уже по истечению четырех или даже, может быть, восьми лет, потому что, к сожалению, пока формируется команда, пока изучается текущая ситуация, пока начинается какая-то реализация проектов, то есть это все определенное время, то есть все равно люди живут какими-то ожиданиями, то есть они все равно первые, там, условно, два, три, четыре года будут жить ожиданиями, что там завтра наступит как бы светло... Я вот где-то видела, что бизнесом каким-то занимался есть фраза, что он занимался бизнесом, но без расшифровки. Опять же, тут возникает проблема, что непонятно, каким он занимался бизнесом и есть ли у него связи с крупным бизнесом и сможет ли он под свое имя привести этот крупный бизнес сюда, в регион, потому что у Никиты Юрьевича все же так либо иначе получалось приводить какой-то крупный или средний бизнес в наш регион. Попытки были за счет именно за счет своего имени, за счет своего авторитета. Посмотрим. Спасибо. Это было особое мнение Константина Крупнева. Я с Филаной Заней попрощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok